Сегодня день заезда и урочисты открытё, потом три дни напруженных с поборницов и у речи 30-го соковика закрытё и тримания узнагород. У гэты дни у Гомеля собралось больше 200 знавцов замежных мов. Ставки саправды высокие. Для 11-й классников диплом, гэта по сути, студентский билет. Команда Гродинской в области по испанской мове подрыхтовку одновляя одразу после приезда из заселения. Геровник Юлия Костоломова, наставник года 2017 у номинации «Замежная мова», профессионал в великой литры. Да також команду на Олимпиаду по школьных предметах я на привозить уже у девятый раз, а тому доброведая, як можно пермахчи. Хоть тут всё буде задержать пеш за счёт самих вучняв, на кольке я не змогу сконцентроваться и показать свои здольности. Республиканская Олимпиада – это особый уровень требований, особые подходы. И без преувеличения можно сказать, что ребята, которые приезжают на заключительный этап, очень много времени посвящают предмету. Они даже не учат, а скорее живут с этим предметом, потому что кроме школьных часов, это и дополнительное занятие в школе, конечно, и дома. А прича непосредственно конкурсных споборницов у программы Олимпиады ещё и насыщенная культурная программа. Гомельский палацопарковый ансамбль, Ветковский музей староверства и белорусских традиций, Гомельский областный драматичный театр. Удейникам Олимпиады покажут самое лепшее и цикавое, что есть в регионе. Но вот подчас вольного часу им будет чем заняться. Всё лето для удейников Олимпиады организаторы подрактовали специальную фотозону. Можно зарабить замок на память на фоне таких прыгожих кветок, а можно на фоне бигборда с надпием «Я люблю Беларусь». Надпись даже сделана на всех пятимовых Олимпиады – английской, французской, немецкой, испанской и китайской. У нас каждый год свыше 10 победителей, есть от 10 до 18 победителей, которые имеют блестящий результат от первого до третьего места. Поэтому надеемся на то, чтобы в этом году показать такие же результаты, хорошие войти в тройку лидеров Республики Беларусь.